Продолжение следует... 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 Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Вопрос. Возможно ли обойтись у больного пациента лецитином Ходжкина? Говоря о выборе тактики лечения при метастатическом кастрат резистентном раке предстательной железы в рутинной практике, конечно, безусловно, мы можем это показать на фоне клинического примера. Итак, это мужчина, которому в 2014 году было 63 года, у пациента на профосмотре было выявлено повышение ПСА, и пациент был направлен к нам без каких-либо клинических жалоб. Пациенту в 2014 году, я хочу сразу оговориться о том, что хронологически пациент лечился достаточно давно, но некоторые моменты лечения, которые мы использовали, те на тот момент были стандартными, на сегодняшний момент они уже, к сожалению, вышли из стандартных методов лечения. Но, тем не менее, пациенту была выполнена биопсия предстательной железы из четырех точек, была получена гистологическая картина, цинарная данная карцинома глиссун 8-5-3, и по скинированию костей скелета данных за метастазы не было выявлено. У пациента верифицирован рак, установлен рак предстательной железы, клиническая стадия Т3А0-0-0-G4, состояние после биопсии простаты, на тот момент пациент сразу был отнесен к группе высокого риска прогрессии, начата терапия максимальной андрогенной блокады, я говорю, что 2014 год, на тот момент это был флутамид в течение трех месяцев на фоне терапии аналогами ЛГРГ. Мы видим, что у пациента на фоне данной терапии снижается ПСА, и через год мы достигаем на ДИРО 0,38, проводим лучевую терапию 70 грейз, и в последующем пациент продолжает получать терапию аналогами по группе высокого риска прогрессии до трех лет, и в 2018 году у пациента повышается ПСА до 78 нанограмм на миллилитр, и в июле 2018 года на тот момент продолжительность терапии аналогами ЛГРГ уже был 50 месяцев, аналогами ЛГРГ был достигнут ПСА на фоне этой терапии 0,3 на 12 месяцев терапии, у пациента имеется повышение ПСА до 13,49, извините, там была опечатка, по эффект КТ мы видим метастазы в костях скелета, это три осевого скелета и один периферического, плюс по МСКТ брюшной полости парартальная лимфоденопатия забрюшенного пространства до 6 сантиметров. Итак, мы видим о том, что у нас имеется два поражения двух систем, это костная и парартальная, пациент на тот момент был, напомню, 2018 год, был выполнен химиотерапией доцитоксилом на фоне терапии аналогами ЛГРГ. И мы видим, что ПСА у нас немножко снижается, но эффект химиотерапии достаточно короток по времени, и в феврале 2019 года мы фиксируем прогрессирование заболевания, и начиная вторую линию терапии, была начата вторая линия терапии, на тот момент у нас появляется энзоутамид и на фоне продолжающей антиандрогенной депривации. Мы видим, что терапия аналогами начинается с июля 2019 года, у нас имеется снижение ПСА, на фоне этого мы все-таки продолжаем терапию аналогами ЛГРГ и марте 2021 года, у нас имеется повышение ПСА до 24-60 нанограмм на миллилитр, при этом нету прогрессирования, радиологическая прогрессия не отмечается ни по ФКТ, ни по МРТ малого таза, и КОК у пациента 0, и на тот момент у нас начинается клиническая, появляется новый препарат, который требует клинического тестирования генетической мутации. Мы определяем мутацию генов HRR у этого пациента и находим мутацию в гене CDK12 в виде белковой замены, для нас это был повод прогнозировать дальнейшее лечение, и в связи с появлением нового клинического параметра мы понимаем о том, что при прогрессии этому пациенту мы можем, учитывая мутацию, назначить лопари в стандартной дозировке 60 мг в сутки, а также рассматривался вопрос о химиотерапии, это доцитоксел, кабазитоксел, реиндукция доцитоксела, плюс кабазитоксела, либо антиандрогена второго поколения биротронцитат, либо системная терапия раним 223, учитывая, если не будет висцерального прогрессирования. В связи с длительностью приема энзолутамида мы понимали о том, что у пациента, учитывая того, что это метастатический кастрат резистент на рак предстательной железы, будет отмечаться повышение ПСА, мы его контролировали, и в данном случае мы видим, что с марта, с февраля 2021 года, с ПСА 2469 по сентябрь 2023 года у пациента начал рост, отмечается рост ПСА, но в кастрат резистентной фазе болезни для нас, как для клиницистов, есть три основных прогрессии, это маркерная, симптомная и радиологическая. Пациент каждый раз, когда был нами осмотрен, сдавал ПСА, мы увидели рост ПСА, но при этом мы всегда оценивали соматические статусы, оценивался по симптоматическому прогрессированию по статусу ЭКОК, ЭКОК у него был ноль, и по радиологическому прогрессию. Мы видим, что в январе 2022 года у нас появляется один, еще один очаг вне костного скелета, но для нас, по критериям ПСВГ, у нас не считался это радиологическим прогрессием, и в сентябре 2023 года у пациента, несмотря на того, что это был все-таки ЭКОК ноль, у нас имеется маркерная прогрессия, и у нас появляется еще два очага в костной системе, и мы уже говорим о том, что у нас из трех клинических признаков, которые нам подталкивают для смен терапии, у нас появляются два, это маркерная прогрессия и радиологическая прогрессия. Что бы я, наверное, хотела сказать этим слайдам о том, что у нас все-таки изолированный рост ПСА, у этих пациентов не является показанием для смен терапии. Для этих пациентов все-таки реализация полноценной терапевтической опции, Это именно соотношение двух, как минимум, из трех признаков. Это все-таки маркерное прогрессирование, которое должно потянуть за собой либо симптоматическая прогрессия, либо радиологическую прогрессию. В данном случае мы дождались радиологической прогрессии. И пациенту в сентябре 2023 года выживаемость второй линии костротрезистентности на терапии энзолутамидом достигла 56 месяцев. У пациента в сентябре 2023 года мы фиксируем повышение, опять опечатка, 289 нанограмм на миллилитр. Плюс у него появились два костных очага. И пациенту назначается в сентябре 2023 года терапия лопаривом по 600 миллиграмм на фоне продолжающей терапии аналогами ЛГРГ трипторелин. Мы сразу хочу сказать, что у нас в диспансере используем трипторелин для мужского населения и лечение рака предстательной железы на фоне продолжающей терапию с темодифицирующим агентом ДНСМАП 120 миллиграмм один раз в 28 дней. Какая дальнейшая тактика для этого пациента? Говоря о выборе последовательности линии терапии рака метастатического костротрезистентного рака предстательной железы в реальной клинической практике, нужно сказать о том, что пациент на сегодняшний момент с июля 2014 года по сентябрь 2023 года жив в течение 9 лет 4 месяцев, достаточно большой срок. И при этом мы видим, что антиандрогены второй генерации, которые плотно вошли в лечение рака предстательной железы и являются одним из, я бы сказала, таким достаточно серьезным методом лечения, позволило достигнуть у этого пациента практически 56 месяцев. Спасибо большое. Спасибо большое, Юлия Владимировна. Дорогие коллеги, у кого есть вопросы, если можно, я вот один вопрос вам задам. Там уровень тестостерона прямо вот на границе кастрационной рефрактерности. Вы не думали относительно того, чтобы поменять, как я сказала, на уровне кастрационного? Да, на уровне кастрационного. Я хочу сразу сказать о том, что мы отслеживаем, мы в своей практике пытаемся держать уровень тестостерона ниже 50 нанограмм на децилитр в районе 20, в некоторых случаях 23-25 нанограмм на децилитр. То есть у нас получал он лепролерин, бусерелин, и вот на трепторелине мы все-таки пытаемся держать. Безусловно, если он будет скакать выше 50, а мы все-таки говорим выше 50 для рутинной практики клинической, то, безусловно, смена терапии аналогом здесь возможна. Спасибо большое.